Продолжение следует... В телеграм-канале Freedom, он так и называется. Ссылку на него, как QR-код, сейчас видите на своих экранах. Да, спасибо, коллеги. Подписывайтесь, уже больше 20 тысяч наших подписчиков следят за ситуацией в Украине. Подписывайтесь и будете знать больше. Ну что ж, традиционно начинаем наш информационный марафон с потерь российской армии, начиная с 24 февраля по сегодняшний день, 28 октября. И видим следующие общие боевые потери. Личного состава уже Российская Федерация потеряла. 69 тысяч 700 человек. Танков российских уничтожено на поле боя уже более 2,5 тысяч. 5 тысяч 378 бронетранспортеров также уже уничтожено. Также, в свою очередь, самолетов сбито в количестве 272 единицы, вертолетов 251 единица. Беспилотников 1401 и, что немаловажно, крылатых ракет. Благодаря силам украинских ПВО сбито 351 единица. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мобилизованные россияне настолько плохо подготовлены и экипированы, что России вскоро может понадобиться новая волна мобилизации. Напомню, ранее Путин и Шойгу объявили об окончании предыдущей волны. Подробнее давайте услышим в обращении президента Украины. Божаю здоровья, шановные украинцы. Продолжу эту работу и на следующей неделе. Будем и дальше расширять наши возможности, в части благодаря неформальной дипломатии. Через общественность в странах-партнерах, через студенческое сообщество, через профессиональные и бизнес-сообщества. Провел сегодня переговоры с Джорджи Мелони, главой итальянского правительства. Поздравил госпожу премьер-министра с назначением, обсудили возможности для усиления нашего сотрудничества на разных направлениях. Это и направления безопасности, экономика, дипломатия, в том числе интеграция нашего государства в европейские и евроатлантические структуры. Провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой, наших активных действий. Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации, о якобы отсутствии необходимости новых волн отправки граждан России на фронт. Мы ощущаем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну. Мы к этому готовимся. Готовимся к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам в Иране. Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону и другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической. В настоящее время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений. Около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас. Киев и область, Житомирская область, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Кировоградская. Возможны также отключения и в других регионах. Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения. Окупанты добавили еще один вызов на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Окупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой, просто все. Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России. Прежде всего это касается Херсонской области. Россия делает из Херсона зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным. Там гарантировались все социальные услуги людям. Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения. Мир должен на это реагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов. И я хочу обратиться сейчас ко всем нашим людям, которые находятся в этих оккупированных городах и районах. Пожалуйста, делайте все, чтобы помогать друг другу, несмотря на какие-либо действия оккупантов. Украинский флаг вернется. Обычную жизнь мы вернем, но нужно выдержать время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины. И поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал. Я благодарю Соединенные Штаты Америки. Сегодня объявлено об очередном пакете военной помощи Украине. Его объем – 275 миллионов долларов. Очень нужные вещи для наших защитников. И они позволяют нам шаг за шагом освобождать нашу территорию. Это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя. Это то, что позволяет нам гарантировать людям фундаментальное право на жизнь. Хочу поблагодарить сегодня Канаду, наших давних и искренних партнеров, за беспрецедентный поступок выпуска суверенных облигаций Канады, все средства от размещения которых будут направлены на помощь Украине. Объем – полмиллиарда долларов. И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире. Это очень мощный пример для всех наших партнеров. Канада – первая страна, предложившая такой инструмент поддержки. Спасибо тебе, Джастин, господин премьер-министр. Спасибо, Христия Фриланд, настоящий друг Украины. Слава всем, кто помогает Украине бороться за свободу. Слава всем нашим героям. Слава Украине. Героям слава также в продолжении текущей повестки сегодняшнего дня Россия и Германия больше не являются партнерами, а жестокая захватническая война России против Украины, расплата европейскому архитектурному сообществу и безопасности. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей программной речи к немецкому народу. Он подчеркнул, что своим нападением на Украину Россия свела на нет все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн. В своем имперском безумии российский президент нарушил международное право, поставил под вопрос границы, начал захват территорий. По сути, это нападение на все, что отстаиваем мы, немцы. Кто, пожимая плечами, спрашивает, а какое нам в Германии дело до этой войны, тот говорит безответственно, но главное, позабыв историю. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии. Каждый день теряют по 20-30 человек подразделения. Российские оккупанты признаются, что несут огромнейшие потери в Украине. Такие цифры озвучил один из российских солдат. В разговоре с родственниками, по его словам, войска на Донецком направлении не продвигаются. Вот уже месяц не могут взять один населенный пункт. Еще один повод для жалоб российских военнослужащих – это отсутствие снаряжения и зарплат. Почему так называемая в прошлом вторая армия мира несет серьезнейшие потери, расскажет детальнее Фаина Василенко. На войну без касок и бронежилетов солдаты российской армии жалуются на отсутствие снаряжения. Мобилизованным приходится довольствоваться слабыми бронепластинами или покупать экипировку самостоятельно. Нет до сих пор разгрузок, перчаток, бронежилетов, каски и бронепластины выданы турецкие, не очень хорошего качества. Не получают военнослужащие и обещанных зарплат. Окупанты жалуются на безденежье и обворовывают дома мирных украинцев. На мародеренное пытаются утащить домой. Смотри, что я тебе привезу. Фенчик нормальный, телевизорчик пойдет. Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, мобилизованные, которых Россия отправляет на войну в Украину, не проходят должную подготовку и не умеют обращаться с оружием, из-за чего потери возрастают. Так российский военный в телефонном разговоре с домашними сетует, что его подразделение теряет по 20-30 человек в день. Перехват звонка опубликовала украинская разведка. Да хуя, Ирин, убитых, раненых, да хуя, каждый день, по 20-30 человек. Да хуя, можно. Всего с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили около 70 тысяч оккупантов. Так только за сутки почти полтысячи убитых и сотни раненых отчитались в Генштабе. Питтверджено уражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Запорожской области уничтожены 8 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих. На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов. Также с февраля украинская армия уничтожила более 2,5 тысяч российских танков. Почти 200 единиц средств противовоздушной обороны приземлило полтысячи самолетов и вертолетов. Накануне президент Владимир Зеленский записал видеообращение на фоне одного из сбитых дронов Камикадзе и пообещал россиянам еще большие потери. За двое суток выпущено более 30 дронов. Защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага вглубь нашей страны и приземлили 23 шахеда. Кроме того, превратили в металлолом управляемую авиационную ракету Х-59, два ударных вертолета К-52 и очередной штурмовик Су-25. Нас не сломают обстрелы. Страшнее вражеских ракет услышать вражеский гимн на нашей земле. Военная техника, которую из России перебрасывают в Украину, нередко в плохом состоянии. По информации генштаба, значительная часть вооружения, которое оккупанты направили на Донецкое и Новопавловское направления, непригодна для боевых действий. В частности, речь о танках Т-62, которые сняли с длительного хранения и отправили в Украину. Война Василенко для телеканала Freedom. Далее карта войны по состоянию на 29 октября нынешнего года. Ситуация следующая. Начнем с информации от Американского института изучения войны, а они очень большой материал подготовили касательно Бахмута. Так вот, есть такой себе информационный диссонанс. Российские СМИ сообщают о том, что в очередной раз сообщают, что есть продвижение российских войск в Бахмуте. На самом деле это не соответствует действительности. Видим, что карта войны тоже это подтверждает. Российская информационная машина продолжает эти тезисы внедрять в свое информационное пространство. Но генштаб вооруженных сил Украины сообщает следующее, что Бахмут под контролем вооруженных сил Украины. Идут ожесточенные бои. Это видим сейчас на карте войны, которую вы видите на своих экранах. Бои продолжаются. И позиции, которые заняты вооруженными силами Украины, особенно вот в этом направлении, которое я сейчас вам показываю очень близко, где ведутся ожесточенные бои. Тут как раз вооруженные силы Украины не подпускают ближе российские войска. И вопреки тому, что российская армия и российское командование военное в Бахмут, на окраины Бахмута направило огромное количество своих военных, все равно успеха не имеется у российской армии. Также стоит отметить, что контрнаступление на Херсонском направлении продолжается, хоть и не так быстро, как это было буквально две недели назад. В Генштабе вооруженных сил Украины сообщает о том, что также всему еще изменение погодных условий, что усложняет продвижение. Но видим, что вооруженные силы Украины очень жестко возвращают территорию временно оккупированной Херсонской пока что области. Также, в свою очередь, отмечу, что Генштаб вооруженных сил сообщает о том, что периодически в Херсонской области уничтожаются склады российских военных с боеприпасами и в том числе с техникой. Ну и, кстати, уже буквально через полчаса будет обновление от Генерального штаба вооруженных сил Украины, касательно потерь российской армии, в том числе и на Херсонском направлении. Но эту тему более подробно обсудим уже с нашим следующим гостем. Сергей Грабский с нами сейчас на связи, украинский военный эксперт. Сергей, здравствуйте. Как всегда, вас рады приветствовать в нашем эфире. Доброе утро, рад вас есть. Вот Олег точно описал ситуацию с Бахмутом в Донецкой области, город, за который ныне происходят одни из самых, наверное, горячих боев на территории Украины. Ну и Херсонское направление – это вообще отдельная история, скажем так. Мне кажется, Бахмут – это цель для Российской Федерации похож чем-то с ситуацией в Луганской области, когда Россия направляла огромнейшее количество военных, живой силы, техники, в том числе на Лисичанск-Северодонецк. Ну, Северодонецк впервые, Лисичанск потом было. Бахмут – это военная цель, либо политическая цель в этом плане? Ну, она и военная, и политическая, если мы будем говорить так. Военная с точки зрения того, что, во-первых, это очень мощный узел сопротивления украинской армии, и Россия четко понимает, что, взяв его, она, как она считает, она получает выход как бы в центр Донбасса. То есть, она сможет уже продолжать наступление как на север, в сторону Славянска-Краматорска, так и на запад, в сторону Константиновки-Дружковки. Таким образом, мы понимаем, что противник придает военное значение именно этому продвижению. Политически, да, это тоже важно, потому что взятие Бахмута, такого важного центра сопротивления, это не секрет, было бы большим подспорьем для кремлевского режима о том, чтобы заявить о какой-то победе и доложить своему населению, что войска продвигаются, то есть их жертвы не напрасны, и нужно еще больше, больше мобилизованных для продолжения этой войны. То есть, оно, знаете, позволит так гальванизировать российское общество для того, чтобы оно продолжало поддерживать войну. В этом смысле оно и военное, и политическое. Из материалов, которые перехватили украинские спецслужбы, разговоры военнослужащих Российской Федерации с друзьями, семьями и так далее, один из военнослужащих, вот мне запомнилось, он говорил об одном из населенных пунктов на Донецком направлении, которые должны были оккупировать россияне еще примерно в июле-августе этого года. Другой, помню, также говорил конкретно об Ахмуте, как о летней цели для российской армии. Ну, как мы понимаем, как мы видим по факту, реальность немножко отличается от ситуации. Исходя из продвижения российских войск, точнее отсутствия этого продвижения, я так понимаю, ситуация с Бахмутом, вот тяжелая обстановка вокруг этого города, Донецкой области, она будет и дальше сохраняться. А есть ли возможность украинских военнослужащих, войск ныне, отбросить ту группировку российскую, которая находится возле Бахмута, либо количество живой силы и техники противника, это вряд ли позволит. Количество живой силы и техники противника, да, это самый большой фактор, который не дает нам возможности осуществить бросок и отбросить противника, потому что, ну, они там в разы превышают наши силы, и поэтому все, что мы можем делать, это только сдерживать продвижение противника и давить на других направлениях с надеждой, в общем-то, на то, что противник будет перебрасывать на те направления дополнительные контингенты. Хотя это сложно, понимая, что с проведением частичной мобилизации, как они заявляют, объективно количество войск противника будет увеличиваться и дальше. То есть давление на линию Бахмута будет осуществляться и в дальнейшем. Бои будут продолжаться, очень тяжелые бои. Если говорить за Херсонское направление, плавно переходя уже туда, мы видим, и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о том, что как раз погодные условия замедляют темпы продвижения и темпы освобождения Херсонской области, но можем ли мы говорить о том, что вот на данном этапе, в силу того, как, опять же, военные эксперты говорят, что с наступлением зимы контрнаступление усложняется, что сейчас вот наступает тот момент, когда вооруженные силы укрепляются за... Вооруженные силы Украины закрепляются на освобожденных территориях и просто ждут уже момента, я не знаю, погодных условий, возможностей, чтобы идти дальше и освобождать правый берег Херсона в первую очередь. Почему акцентирую на этом? Потому что все мы прекрасно видели месседжи российских СМИ о том, что все перебрались на левый берег. Да, да, абсолютно именно так и происходит. Нужно понимать, что погода, она влияет как на нас, так и на противника. То есть мы наблюдаем вследствие низкой облачности снижение активности авиации. Но нужно понимать также, что снижение активности авиации означает, что и дроны не так широко могут быть использованы, а мы используем беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и для несения более точных и аккуратных ударов по противнику. То есть интенсивность обстрелов наших в некоторой степени небольшой, но все-таки снизилась. И да, сейчас есть необходимость как бы закрепиться, понимая, что и на то направление противник перебрасывает массы мобилизованных ресурсов. Да, они слабо подготовлены, да, они не обучены и слабо оснащены, но нужно понимать, что их просто очень много. И вот эта масса войск, которая перемещается на правый берег, тоже достаточно серьезно усложняет наше продвижение. Ну и кроме того, рельеф местности, большое количество именно гидротехнических сооружений, то есть растительных канавов, которые противники используют для обороны, тоже делает наше продвижение достаточно сложным. Еще одно уточнение по городу Херсон. Давайте так, посмотрим, так сказать, немножко в будущее, в завтрашний день. Скажите, пожалуйста, вот, вооруженные силы Украины освободили город Херсон. Снова над городом Херсон развивается украинский флаг. Какие возможности перед вооруженными силами Украины это открывает далее? Ну, если мы говорим о том, что мы полностью освобождаем правый берег Днепра, то, во-первых, нужно понимать, что это серьезно ограничивает стратегические цели Кремля, то есть они фактически могут забыть о каких-то операциях на правом берегу Днепра, то есть забыть о Николаеве, об Одессе, о продвижении в сторону Приднестровья и Молдовы. Для украинских вооруженных сил оно открывает очень серьезные перспективы, а именно мы фактически усиливаем огневое давление на противника, который находится на левом берегу Херсона, и самое главное, мы расширяем возможности по нанесению ударов по коммуникациям, которые обеспечивают противника на левобережной части Херсонской области и части Запорожской области, а это выходы из Крыма. Это выходы из Крыма, таким образом мы получаем такую возможность усилить давление фронтальное от Васильевки через Орехов и Гуляйполе на линию фронта уже в Запорожской области, что позволит нам, что создает условия для нашего наступления на том направлении. Потому что ограничение коммуникации серьезно усложняет действия противника, а мы, наоборот, получаем возможность контратаковать и в перспективе выйти даже на побережье Азовского моря для того, чтобы разрезать так называемый сухопутный коридор. Поэтому выход на правый берег Днепра для украинской армии является критически важной задачей. Сергей, сейчас еще хочу, чтобы наши режиссеры показали карту. Вот тоже по херсонскому направлению следующий будет вопрос. Я хочу обратить внимание и непосредственно наших зрителей, и вас, Сергей, вот смотрите. Имеем вот правый берег Херсона, и имеем левый берег Херсона. И здесь как раз на разделении мы видим вот такую, знаете, болотистую местность, мы видим очень много озер, родников, видим расход, так сказать, Днепра. Я же правильно понимаю, это очень большие трудности. Это, можно сказать, одно из самых трудных мест ведения боев. Именно такая болотистая местность, где очень много разливов. Да, безусловно, но в принципе там и речь не идет о том, что за эту местность держатся серьезные и противники, и мы. Потому что, в общем-то, сейчас война идет не на болотах, не в камышах, как говорится, а вдоль коммуникаций и в опорных пунктах. То есть имеются в виду населенные пункты, которые подготовлены к обороне. А это, да, местность, которая как бы показана определенным цветом для того, чтобы понимать, что контролируется огневыми средствами или нашими, или противникам в основном. Но бои там, конечно, это очень сложное дело. Но, понимаете, как в любом действии есть две стороны медали. Как нам тяжело наступать, так и противнику в болоте трудно закрепиться и вести какие-то оборонительные действия. Потому что там просто невозможно поставить укрепление. Еще один аспект. Мы как-то прошли быстро этот момент. Хочу сакцентировать на нем внимание о мобилизации. Количество мобилизованных. Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался президенту России Путину о завершении мероприятий по так называемой частичной мобилизации. Российские СМИ об этом ранее сообщали. По словам Шойгу, установленное задание призвать 300 тысяч человек выполнено. Мероприятия по частичной мобилизации закончены. На фронт отправлены 82 тысячи мобилизованных. Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды вооруженных сил. Цитирую, за верность, долгу и патриотизм. Заявил, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных. По словам Шойгу, на полигонах проходит подготовку 218 тысяч человек. 82 тысячи уже якобы выполняют свои задачи на территории Украины. 300 тысяч, скажем так. Это последняя мобилизация, которую Российская Федерация может устраивать? Тут с 1 ноября начинается призыв, а там 18-19-летние парни могут в том числе присоединиться к вооруженным силам Российской Федерации. Нет, конечно. Нет, конечно. И нужно понимать, что тот темп отерь и те задачи, которые ставятся перед Российской Армией, они будут требовать дополнительных контингентов, дополнительных ресурсов. Поэтому, конечно же, это не последняя мобилизация. Российская Армия будет требовать новых и новых контингентов. Поэтому, вдобавок к тем призывникам, если я не ошибаюсь, в количестве 120, если не 140 тысяч, в скорости потребуются еще дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить потребности российской армии. И речь идет, в общем-то, не только об Украинском фронте. Нужно понимать, что России необходимо прикрывать и другие направления, которые она ослабила. Речь идет и о Закавказье, речь идет о Центральной Азии, о Дальнем Востоке, в конце концов. И поэтому аппетиты будут только возрастать. И с увеличением потерь, как я уже сказал, Россия будет требовать новых и новых мобилизованных. 82 тысячи, если брать именно вот такое количество мобилизованных частично, как постоянную, как константу, давайте так. Насколько она поменяла ситуацию на фронте, по вашему мнению? Аналитики Американского института изучения войны говорили о том, что вот эти люди были отправлены на оборонные рубежи. Это как вот сила для обороны больше всего позиций, чем для наступательных действий на определенных направлениях. Да, абсолютно. И, в общем-то, знаете, в информационном пространстве блуждает такое определение охранники окопов. В общем-то, ну, если не говорить о всех 82 тысячах, а о подавляющей, о достаточно значительной части этого контингента, то, безусловно, они являются статистами, задача которых удерживает позиции. Требовать от них какие-то серьезные наступательные действия пока рано. Ну, в общем-то, и такая задача им не ставилась, потому что их задача своими телами, в общем-то, остановить наступление украинской армии. И, опять же, это задача российской армии, дать возможность подготовить какие-то ресурсы и контингенты для того, чтобы потом бросить их в бой, имея целью контратаковать украинские позиции. Поэтому это то, о чем я всегда говорю, что в наступлении для нас иногда важно вовремя остановиться для того, чтобы не дать возможность противнику контратаковать. Так, ну и еще одно направление, если так можно говорить, это белорусское направление. За семь месяцев войны Беларусь передала России более 65 тысяч тонн боеприпасов. Это, если более подробнее в цифрах, 1940 вагонов. Об этом пишет мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». И отмечает, что больше всего боеприпасов было вывезено в апреле нынешнего года. Это более 22 тысяч тонн. Опять же, для сравнения, около тысячи вагонов. После этого был небольшой спад, а с июня темпы вывоза снарядов снова возросли. Говорит ли, Сергей, это о том, что Беларусь все равно, вопреки этому, не будет вовлечена официально, на официальном уровне, в войну против Украины? Но неофициально вот так вот и будет, знаете, таким себе, ну, я не, опять же, не называю всю Беларусь, я называю только самопроглашенного Лукашенко, потому что это он все устраивает. Таким себе, знаете, как тихушникам подкидывать снаряды, а публично говорить, мы ничего не делали, но зато я вам покажу, откуда на Беларусь велось нападение. Вы знаете, трудно сказать, потому что, начиная с мая месяца, мы наблюдаем ситуацию, при которой белорусские вооруженные силы готовятся к очередной фазе и, возможно, они будут использованы российскими оккупционными войсками в своих целях в ближайшем будущем. Ну, ближайшее будущее, это несколько месяцев. Поэтому нужно понимать, что то направление остается очень напряженным, и Беларусь вряд ли откупится только отправкой боеприпасов и боевой техники. И мы наблюдаем также перемещение на белорусскую территорию и дополнительных контингентов российских войск, усиление воздушной группировки, что, в общем-то, тоже свидетельствует о нарастании такой угрозы со стороны нашего северного соседа. Еще один момент, опять же, касается Беларуси. Воздушное пространство. Реально ли защитить воздушное пространство Украины, имея в виду ближайшее как раз, которое очень-очень близко находится к Беларуси? Потому что мы видим, что в последнее время воздушные тревоги по всей Украине звучат даже просто тогда, когда разведка сообщает о подъеме в воздух с территории Беларуси тех или иных самолетов-истребителей. Да, такое действие осуществить очень сложно. Нужно понимать, что протяженность нашей границы с Беларусью очень-очень большая, и перекрыть это одномоментно будет достаточно проблематично. Но это говорит о том, что мы осознаем угрозу, и именно эти воздушные тревоги, они говорят о том, что противника мы отслеживаем, мониторим. Поэтому ситуация очень сложная. Сложная, и, к сожалению, белорусское направление не дает нам оснований говорить о том, что в ближайшее время она там успокоится, и не будет тенденции к эскалации дальнейшей. В свою очередь сообщает Генштаб вооруженных сил Украины. Вооруженные силы всегда на чеку и всегда следят за передвижениями на территории Беларуси в том числе. Вам огромное спасибо, Сергей, за то, что подключились к нашему эфиру. Напомню, Сергей Грабский, военный эксперт, был на прямой связи с нашей студией. Ну и напоминаем о том, как будет развиваться ситуация на фронте. В том числе вы всегда можете найти в нашем YouTube-канале Freedom. Главные новости. Подписывайтесь. QR-код сейчас этого YouTube-канала на ваших экранах. Подписывайтесь и будьте с нами.